В 1994 году народ Гагаузии отказался от построения собственного государства взамен на особый правовой статус автономии в составе суверенной и независимой Республики Молдова. Базовые компромиссные договоренности, как порядок формирования и компетенция региональных органов власти, механизмы значения ответственных должностных лиц на территории Гагаузии в силовых структурах, вопросы экономической деятельности и многие другие внутренние аспекты функционирования автономии легли в основу принятого в 1994 году закона об особом правом статусе Гагаузии. Кишинев взял на себя еще одно ключевое обязательство – привести в соответствие с законом об особом правом статусе Гагаузии все принятые до 23 декабря 1994 года законы и нормативные акты, а также вести законотворческую деятельность, не нарушающие те или иные положения нашего базового законодательного акта. У руля Молдавского государства с тех пор побывали три президента, полтора десятка премьер-министров, но общий подход в центрах к региону оставался всегда неизменным. Ни один нормативный или законодательный акт в республике так и не был приведен в соответствии с законом об особом правом статусе Гагаузии. А значит, важная компромиссная договоренность между Кишиневым и Камратом так и осталась в главу мать. Участие главы автономии в процессе принятия решений на республиканском уровне также носит скорее декларативный, нежели практический характер. Будучи по статусу членом правительства, Башкан не имеет полномочия блокировать все или иные решения, идущие вразрез с интересами жителей автономии. Представительство жителей автономии в центральных органах власти, аппарате правительства, министерствах, профильных ведомствах мизерно, а скажем, в высшей судебной палате, в конституционном суде, в счетной палате, в коррекционном совете по телевидению и радио, в дип-миссиях Молдовы за рубежом вы с трудом найдете хотя бы одного выходца из Гагаузии. Серьезно ущемляются интересы жителей Гагаузии при распределении кредитов и грантов, выделяемых республике Молдова иностранными донорами. За последние пять лет европейские партнеры выделили на реализацию различных инфраструктурных проектов в Молдове более миллиарда рублей. Какая доля от этих средств досталась Гагаузии? 1-2%, не более. Вызывает беспокойство и тот факт, что жители Гагаузии порой чувствуют себя лишними людьми в собственной стране. Республиканские власти последовательно выдавливают русский язык из общественно-политического пространства Молдовы, но при этом абсолютно не прилагают значимых усилий для обучения государственному языку жителей Гагаузии. Может ли модель решения международных конфликтов, обремененная таким багажом накопившихся противоречий, быть привлекательной? Думаю, ответ на этот вопрос очевиден. Уважаемые друзья, я обозначила лишь некоторые наиболее острые аспекты во взаимоотношениях между Тишиневым и Камрадом. Справедливости ради надо признать, что весь этот груз нерешенных проблем преследует нас уже в два десятка лет. И в этом контексте я могу только приветствовать инициативу спикера парламента господина Кандун, так как после безрезультативной работы Первой комиссии по гармонизации республиканского и регионального законодательства по его инициативе парламентарии Молдовы и Гагаузии припримут еще одну, вторую попытку заняться этим вопросом в подсвечество. Субтитры создавал DimaTorzok